В сериале «Великолепный век» нам показали четыре любимых сестры султана Сулеймана. Судьба Каждая из них, согласно сценария, была довольно непростой. Хатидже покончила жизнь самоубийством, так и не смирившись с казнью своего мужа Ибрагима Паши. Бейхан прокляла своего брата султана, не простив ему казнь супруга Бехрама Паши, и уехала в неизвестном направлении. Избитая супругом шах и получившая развод, также покинула Табкапы и уехала неясно куда. Ну а такая внешне веселая Фатьма, испытавшая на себе все тяготы женщины династии и приняв метку черной вдовы, покинула Гарем, и ее судьба осталась за кадром. А как же было на самом деле в истории? И куда подевались еще шесть сестер Сулеймана? Почему их не показали в сериале «Великолепный век»? Они умерли в младенчестве? Или их судьба была настолько неинтересна? Какую роль каждая из них сыграла в судьбе Хюрем Султан? Привет, друзья! Вы на канале Империя, и сегодня нас ждет интересный рассказ о судьбе десяти сестер Сулеймана. Но в начале видео хочу напомнить, что лучшим подарком от вас будет подписка на наш канал. Также приглашаем всех в группу ВКонтакте по ссылке в описании. Там больше интересной информации, чем здесь. Сразу скажу, что даты рождения и смерти сестер Султана не до конца известны историкам. Сказать, кто из них был старшей или младшей сестрой доподлинно, невозможно. Есть предположение, что из показанных нам в сериале четырех из них старшей была Хатидже Султан, хотя по киносаге она показалась нам младшей из всех. Начнем с тех, что мы видели в сериале. По версии Мирал Окай, Хатидже была супругой Ибрагима. Однако, историки много об этом спорят, и мы уже рассмотрели правду об этом браке в нашем другом видео. Посмотрите его, повторяться сейчас не будем. Скажу лишь, что по версии большинства историков, жена Ибрагима Паши носила двойное имя Хатидже Мухсин и, скорее всего, была Сулейману не родной, а сводной сестрой. У Хатидже было три ребенка. Это сын Мехмед-Шах и две дочери, одной из которых звали Фатима. Информацию о судьбе этой женщины никакой нет, доподлинно. Даже неизвестен год ее смерти. Есть данные, что это произошло после 1543 года. Напомню, что Ибрагим был казнен в 1536 году на 44-м году жизни. Османский чиновник, особенно известный своей работой «Хадикатюль Джевами» о мечетях Стамбула, пишет, что Хатидже похоронена рядом с Айше Хавсой, своей матерью, в одном из мавзолеев мечети Явуза-Султана Селима. Шахы Хубан, султан Была выдана замуж в 1523 году, что следует из записок Джевджета, цитируемых историком Улучаем в книге «Женщины и дочери султанов». Тогда еще Санджакбей Людфи-Паша был намного старше своей супруги и по разным источникам был довольно близок к султану Явузу-Селиму, за что получил признание кануни, и тот выдал за него замуж свою сестру. В 1541 году, после пыток проститутки и ее смерти, а все это было сделано по приказу Людфи-Паши, во дворце этой династической пары произошел скандал. Шах высказала Паше все, что думает по этому поводу, а тот, не выдержав нападок и оскорблений, накинулся на султаншу и избил ее. Этого не стерпели ни сама сестра султана, ни Сулейман. Жестокий поступок Паши обрек его на одиночество вдали от Стамбула, в нищете и забвении. Смотрите эту историю в другом видео на нашем канале по ссылке в описании. Утверждается, что Шахи-Хубан не была дочерью Айше-Ховсы, а значит, приходилась с сестрой Сулейману лишь по отцу. Но кануни любил и уважал ее, о чем свидетельствует большое количество архивных записей. Доподлинно известно, что у Людфи Паши было трое детей, двое сыновей и дочка. Точно неизвестно, была ли Шах матерью его сыновей, но установлено наверняка, что она была матерью Эсмихан. После развода с Людфи утверждается, что Шах замуж больше не выходила, хотя есть иные сведения, что вторым мужем сестры Сулеймана стал шейх Меркес-Эфенди. Точно известно, что Шах активно занималась благотворительностью. На ее счету мечеть, медресе, караван-сарай, таке и фонтан. Долгое время существовало множество версий относительно места ее захоронения, но самой точной, по мнению историков, является информация о том, что умерла Шаха-Хубан в 1572 году и похоронена высыпальницей мечети Эйюпа, которую сама же и построила. Хатьма Султан Она являлась дочерью Султана Явуза Селима и Айше Хавсы. На ее судьбу выпал ранний, но довольно несчастливый брак. Муж Султанши, Санджакбей Анталии, Мустафа Паша, был извращенцем, и женщина написала своему отцу письмо. Далее цитата. Такой мне человек попался, что даже за собаку меня не считает. Не было и часу, чтобы я смеялась с тех пор, как сюда приехала. Я ни разу не надела кафтан, кажу с ума, будто вдова. Мой Султан, папочка. Я готова вместо тонких накидок облачиться в грубое сукно, питаться ячменным хлебом, но только лишь бы быть у ног моего Султана. Я вуз дал согласие на развод своей дочери с Пашой. Ну а больше информации об этой истории смотрите в нашем отдельном видео по ссылке в описании. Как вы понимаете, наша цель сегодня рассказать вам о тех сестрах, которых мы не видели, и наши самые внимательные зрители уже смогли посмотреть историю известных нам сестер на канале Империя. Бейхан Султан. Об этой Султанше крайне мало информации, непонятно почему, из всех малоизвестных сестер выбрали именно ее для сериала. Она также, дочь Явуза Селима и Айше Хавсы, была замужем за Ферхадом Пашой, которого казнили по приказу Сулеймана примерно в 1524 году. Доподлинно известно лишь об одной дочери Бейхан Эсмихан, однако кто был отцом девочки до конца не ясно. Отсюда перейдем к версиям о ее замужестве. По одной версии, после казни Ферхада замуж Бейхан больше не выходила. По версии Астуна, ее вторым мужем стал Мехмед Паша. Доживала женщина свою жизнь в Амасии, а умерла в возрасте примерно 62 года в своем дворце. Опять же, есть данные о смерти Скопье. Так или иначе, захоронена Бейхан в тюрбе на территории мечети Явуза Султана Селима. Далее, как вы уже правильно поняли, я расскажу о других сестрах Сулеймана. Хатисе Султан Ее первое замужество пришлось на эпоху правления отца Султана Явуза Селима. Было это в 1511 году. Однако уже через 4 года, в 1515 году, супруг Султанши был казнен по приказу Падишаха. Вскоре вдова вышла замуж во второй раз. Это был брак с выпускником Эндыруна Искандером Пашой. После смерти своего второго мужа, Султанша вышла замуж в третий раз за боснийца Мустафу Пашу, уже во время правления своего брата Сулеймана. Но и этот третий муж умер уже через 7 лет. Когда родилась и умерла Хатисе, точно неизвестно, так же, как и имя ее матери. Ее тело покоится в тюрбе мечети отца Явуза Селима. У Хатисе был сын Султан Заде, Осман. Ханым, Султан. С этой Султаншей очень большая путаница. В разных источниках она указывается как дочь Султана Явуза Селима или даже его внучка. Она была замужем за Бостанжи Баши Искандером, но ее супруг вскоре после назначения устроил бунт, и Султан Явуз его казнил в 1515 году. Известно, что у Султанши был сын Осман. Дата рождения и смерти не установлена. Дочь Явуза Султана Селима имя неизвестно. Про эту Султанши некоторые историки говорят, что это та самая Хатидже, которая, будучи вдовой, вышла замуж за Паргалия Ибрагима Пашу. Во всяком случае, так указывает в своей книге Олдерсон. Дата рождения и смерти не установлены, так же, как и имя матери. Дочь Явуза Султана Селима имя неизвестно. Даты рождения и смерти не установлены, так же, как и имя матери. Фигурирует в отчете о казни одного из Пашей в 1525 году, в эпоху Султана Сулеймана. Дочь Явуза Султана Селима имя неизвестно. Даты рождения и смерти не установлены, так же, как и имя матери. Вошла в историю благодаря своему браку с Гирейханом, наследником Крынского ханства. Дочь Явуза султана Селима имя неизвестна, даты рождения и смерти не установлены, так же, как и имя матери. По мнению историка Олдерсона, женщина была замужем за завоевателем Иемена Синаном Пашой. После его смерти, а ему было целых 90 лет, снова вышла замуж, однако спустя год скончалась. Несмотря на то, что я указываю, что имена султанш неизвестны, есть все-таки мнение, что их имена были Енишах султан, Хатун султан, Гиверхан султан, Хавса султан. Но я предпочла данные из самых достоверных источников, по моему мнению. Выбор делать только вам. Вот эта, хоть и довольно скупая информация, как мне кажется, показывает, что не так уж и приятно было быть дочерью или сестрой османского султана. Большинство даже не удосужились быть должным образом записаны в историю. У многих были казнены их мужья, а их, как разменную монету, постоянно выдавали по несколько раз замуж за довольно немолодых рабов. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и посещайте группу ВКонтакте. Там интересного контента для вас еще больше, чем здесь. Спасибо, что смотрите наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!